здравствуйте коллеги с вами саков роман компания admiral markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня мы поговорим о последнем заявлении мне байдена это новый пакет стимулирующих мер рынок не воспринял это позитивно ну вот как раз сейчас более подробно обсудим эту ситуацию но прежде чем мы начнем напомню не забудьте поставить лайк если вам нравится это видео ну а те вопросы которые появляются обязательно оставляйте мне в комментариях вчера джо байдена избранный президент подписал стимулировать новый пакет стимулирующих мер на сумму 1 9 триллиона долларов хотя мы видели закрытие рынка в близко к локальным минимум хотя рынке двигались по восходящему направлению мы с вами посмотрим что дальше индексы смп 500 ну а в целом сейчас фьючерсы уже нам на премаркете торгуются ниже минимум которые были сформированы вчера что может говорить о том что пока рынок не воспринял это позитивно скорее всего это происходит потому что уже на все эти ожидания были заложены в рынок до рынок это ждал и давно долго об этом говорили до несколько месяцев сначала трамп хотел принять до выборов затем это все несколько отложилось но сейчас уже финальная точка поставлена и теперь давайте поговорим о том что входит в этот пакет собственно здесь идет прямые выплаты которые составят теперь суммарно 2000 долларов на каждого американца то есть собственно в этом пакете были одобрены 1400 плюс декабрьские 600 ну вот собственно суммарно две тысячи также увеличение еженедельных выплат по безработице но до 400 долларов также увеличение рабочих оплаты труда до 15 долларов в час ну и также большое количество других дополнительных вещей которые включены в этот пакет который направлен на то чтобы затронуть как раз все максимально пострадавшие от коронавируса слои общества собственно здесь тоже важно понимать что этот пакет идет помощи до того момента пока не будут полностью уже пройден период вакцинации до проигрываться сша будет помогать но собственно мы с вами понимаешь то есть наверное приходят новые деньги то это должно помогать именно росту фондового рынка хотя опять же рынок рост на ожиданиях и здесь пока как были сильной реакции в этой связи мы не увидели а также важно отметить то что байден уже входит свое президентство подписал фактически два направления первое как раз тут пакет стимулирующих мер и второе это уже дополнительное развитие в сша до которые будут и в ходе его президентства то есть это но такие долгосрочный план то есть создание рабочих мест инфраструктурные проекты также отслеживание климатических изменений все это собственно те направления мы ранее тоже обсуждали и на наших вебинарах то есть что ждать от байдена то есть ну вот направление на в эту сторону байден и продолжает двигаться поэтому тоже важно понимать с точки зрения инвестирования что эти сектора до максимально на могут выиграть от президентства байдена потому что его на фокус внимания будет как раз непосредственно этом и в свою очередь рынке некоторые инструменты продолжают также свою коррекцию некоторые инструменты продолжают рост ну давайте теперь поэтапно разберемся о том что происходит на рынке начнем из евро доллара я напомню что по евро доллару я планировал сделку об этом мы говорил в среду сделка была открыта и собственно данном случае сделка не сработала мы обновили минимальные значения которые были 11 12 января сделка закрылась по стоп лосс ну собственно сейчас мы видим то что до после того как мы сходили вниз а вчера во второй полноторговой сессии евро несколько подрастал но не хватает показа пола на продолжение роста поэтому если смотреть на дневной таймфрейм то вполне вероятно еще одна волна коррекция примерно в область 120 евро может сходить и оттуда я также буду рассматривать возможность его подобрать то есть опять же если такая ситуация сформируется например сегодня или в понедельник то евро я также для себя рассматриваю как в лонг уровне довольно таки неплохие и вероятность продолжения роста она также пока меня сохраняется а британская валюта ну фактически отыграла то восходящее движение которое было был стремительный рост в течение фактически одного дня поэтому здесь движение восходящее продолжается не самый лучший уровень для входа на продолжение тренда собственно здесь движение в области 1.3480 1.3450 как раз можно рассматривать как хороший уровень для присоединения если там появится опять же сигнал то по этим ценам я для себя тоже буду входить пара американский доллар канадский доллар здесь уже фактически отработала то нисходящее движение которое здесь могло быть собственно уже обновили минимальные значения которые были в начале января и движение нисходящее продолжается опять же сейчас мы торгуемся по локальным минимум по данному инструменту поэтому здесь я входы не рассматриваю буду ждать коррекцию ну и заходи также по завершению данной коррекции а по паре американский доллар японская она также явно говорил о том что я ставил отложенную ордер отложенную ордер сработал сейчас эта сделка находится положительной зоне собственно сработала на вчера утром и опять же здесь у нас тренд сохраняется нисходящий поэтому ну вот как посмотреть там предыдущая сделка которая у меня была в октябре то есть вход по локальным максимумам и с целями движения на обновление минимальных значений собственно здесь пока стоп лосс у меня стоит за максимальными значениями января но это их профит как раз на минимале то есть в эту область я именно планирую для себя нисходящее движение конечно сделку я буду контролировать сопровождать и по необходимости также буду переносить стоп лосс после обновления минимальных значений которые могут произойти сегодня стоп лосс я уже перенесу на максимум четверга для того чтобы как раз минимизировать риски в этой сделке ну и по максимум буду дожидаться а движение уже в область минимальной значений которые были 6 января вот такой план у меня по паре американский доллар японская иена австралийца также коррекция была не столь сильной были попытки как раз восстановительного движения но сейчас есть вероятность что можно сходить еще ниже опять же с точки зрения входа были не самые оптимальные уровни поэтому австралийцы не входил а буду продолжать ждать коррекцию если коррекция произойдет буду заходить непосредственно по тренду в принципе неплохими уровнями для входа на продолжение тренда здесь могут быть на минимальные то бы 76 62 а если мы опустимся ниже на 75 90 то с этих уровней конечно было бы более интересной к этой позиции присоединиться и плюс-минус такая же картина по новозеландцева новозеланде сейчас стоит в области вблизи области поддержки если смотреть дневной таймфрейм опять же есть определенный запас продолжения движения но пока если мы с вами посмотрим часовой таймфрейм есть попытки да вот начал это восходящее движение но по крайней по моей системе они не самые явные и не самые оптимальные потом скорее всего новозелать может чуть чуть ниже сходить вот тогда уже буду опять же рассматривать себя возможность входа на продолжение тренда золото настоит достаточно небольшом диапазоне последний сколько торговых сессий то есть но собственно здесь я тоже для себя планировал открывать сделкой на покупку цена не дошла думаю отложенного ордера который я ожидал к исполнению 12 января собственно ордера я удалил и сейчас я тоже для себя рассматриваю еще одну возможность войти на покупку если цена по золоту сможет уйти выше отметки 1857 долларов за тройскую унцию собственно вот эту возможность я для себя рассмотрю опять же при коррекции буду по золоту заходить индекс дац а здесь сегодня уже в начале торговой сессии мы торговались ниже минимальные значения которые были сформированы вчера но об этом говорит также нам и а нисходящая динамика по американскому фондовый рынок именно по индексу снг 500 собственно европейские площадки преимущественно повторяются данное движение поэтому здесь пока мы можем говорить о том что с точки зрения часового таймфрейма идет коррекция и уже в зависимости от того где она становится где она завершится я буду принимать решение по входу на продолжение роста собственно с текущих уровней пока он нет сигнала на продолжение роста вполне вероятно что можем опуститься до уровней начала января то есть область 13500 мы вполне можем сходить вот знаете из этой области я бы уже для себя рассматривать ход на продолжение роста а индексы ключевой индекс снг 500 вот здесь как раз я тоже для себя ждал коррекцию коррекция собственность началась сегодня да еще на премаркете и напомню стояли в таком боковике несколько торговых дней не могли обновить локальный максимум который последний раз мы видели это 8 января но вот в таком боковике цена у нас была заперта сегодня все-таки двинулись ниже и пока вот это нисходящее движение у нас продолжается собственно после 500 здесь я бы для себя рассматривал возможный вход где-то из области 3730 3750 а если будет чуть ниже там до 3670 то конечно это будет более оптимально более интересный потенциал для продолжения этого движения то есть опять же жду завершения этой коррекции буду принимать решение по входу дня в позицию а по нефти у нас продолжается также движение восходящий хотя последние две торговых сессий мы пока не можем удачу локальный максимум последний раз мы это видели 13 января но в целом в целом динамика также по нефти сохраняется восходящий в целом сейчас мы видим что коррекция произошла даду скорейте сейчас идет с точки зрения часов таймфрейм это буквально две торговых сессии, собственно, но пока также общая динамика сохраняется восходящая. Что также еще интересно, с точки зрения инвестиционного портфеля, вчера у меня по портфелю, по плавающей прибыли был локальный, ну фактически максимум, то есть в районе 22% от всего портфеля, который я напомню веду в марте, очень хорошо вырос Intel, то есть мы об этом тоже говорили, то есть есть некоторые опасения, но тем не менее Intel, моя цена покупки средняя 48.36, сейчас он торгуется уже по 60, то есть все-таки дали позитивных новостей, да, с точки зрения производства новых чипов, и здесь Intel я тоже продолжаю держать. У меня в портфеле Intel занимает, ну практически второе место по размеру, на первом Cisco, Intel и People's United Financial сейчас находятся вот в этой связи. Ну и также акции компании Nikola, которые покупал несколькими частями, последняя покупка была 10-го, 1-го октября, ну и собственно сейчас тоже мы немного вышли в плюс, собственно две акции, которые у меня находятся в негативной зоне, это Apple и AT&T, да, ну это AT&T я конечно сильного роста не ожидал, но Apple покупал я по самым локальным максимумам, конечно здесь на это может пройти какое-то время, поэтому сейчас вот фунтовый рынок был практически на локальных максимум, ну и в принципе те акции, которые я добавлял в свой портфель, поэтому сегодня конечно я ожидаю, что когда рынок откроется вот тем снижением, которое мы сейчас видим по S&P 500, то вероятно им портфель тоже просядет, но в любом случае я еще не реализовал все как раз позиции на этот месяц, поэтому я продолжаю также искать для себя позиции, которые я еще докуплю в свой инвестиционный портфель с точки зрения акций, которые просели, которые скорректировались и этого я тоже жду, да, то есть в ближайшие пару недель обязательно расскажу о том, что купил. Ну вот так у нас заканчивается эта текущая неделя, собственно рынки, ну практически игнорируют всю макроэкономическую ситуацию сейчас, все следят за стимулирующими мерами, ростом стоимости облигаций, собственно в целом за фондом рынка, поэтому и мы тоже продолжаем за этими информацией следить и я продолжаю об этом рассказывать. Не забудьте поставить лайк, если видео было для вас полезно, ваши вопросы оставляйте в комментариях, ну мы с вами увидимся в понедельник и продолжим следить за текущей ситуацией. Всем спасибо за внимание, с вами был Исаков Роман, компания Andromarkets, увидимся на следующей неделе.